СОЛНЕЧНЫЙ УДА Большевики топят корабль с безоружными царскими офицерами. Господа! Господа, вы зверь! Господа! Вы будете прокляты своей страной! А это кадры из другого фильма Никиты Сергеевича, снятого более 30 лет назад. Раба любви. И сказаны были эти слова о белых офицерах, которые уничтожали безоружных большевиков. А вечером того же дня были расстреляны рабочие, члены стачечного комитета и все их семьи. Сейчас вы это увидите. Смотрите. Вот так. Один режиссер, один период истории и две совершенно разные позиции. И непонятно, кто же по мнению автора звери и кто же в конце концов будет проклят. Но, как говорится, новое время, новая власть, новые герои. Свобода, одним словом. Свобода не заключена ни в какой форме правления. Она в душе свободного человека. Владимир Наумов. Кинорежиссер. Автор фильма «Бег». Одного из лучших фильмов о гражданской войне. Я не за белых и не за красных. В каждом человеке есть все, что заложил в нем Бог или природа, я не знаю, все. И поэтому у Слудова была своя правда. И ему казалось, что отнимают его Россию. А Россия не была его. А Россия была ничья. А Россия была Россией. За последние 20 лет у нас появилось много желающих переписать историю. Сегодня постоянно приходится сталкиваться с мнениями разных мудрых людей, которые красочно расписывают, как проклятые большевики и коварно разгромили героических, умелых, умных, белых, которых поддерживал русский народ. И как-то неудобно им возражать, но вопрос все-таки остается. Как храбрых и умных, да еще и поддержанных народом, можно было победить в гражданской войне? Но мудрые люди идут еще дальше. Оказывается, гражданская война окончилась только в 1987 году. Для вот этой кампании, для них важно подвергнуть делегитимации как бы все, что происходило в годы советской власти. Юрий Никифоров, историк. Но это же делегитимизирует и все внешнеполитические решения, принятые с участием Советского Союза. И здесь Караганов, я считаю, должен понимать, что это означает, что мы отказываемся от Нюрнбергского процесса и от организации объединенных наций. Мы сломали хребет, идеологический хребет, и в этот переломный момент как раз в Конституцию записали, что у нас не может быть у нас государственной идеологии. Все. И оттуда пошли разные варианты учебников, учебных программ и так далее. И мы за 90-е годы фактически в стране получили, ну, если не все поколение, то большую часть этого поколения, которое училось в школе в эти годы, которое само дезориентировано. То есть оно ни за, ни против, оно просто дезориентировано. Ну, например, сегодня на каждом углу кричат о том, что, дескать, гражданскую войну развязали большевики. Но ведь еще в начале сентября 1917 года Ленин пишет, что если есть хотя бы один шанс из ста, чтобы избежать гражданской войны, им надо воспользоваться. На самом деле, путем развязывания гражданской войны вернуть себе власть пытались те силы, которые в феврале 1917 года свергли монархию и захватили власть. Но в октябре 1917-го эту власть утратили. Реванш. Попытка вернуть власть вооруженным путем. Вот что и двигало. Февральская революция, смысл ее, цели, они были народу вообще непонятны в принципе. Потому что одно дело ставить вопросы о наделении крестьян землей или вопрос о мире, и это касалось миллионов людей. И совсем другое, предлагать людям усердительные собрания и вообще какие-то идеалы буржуазной демократии. Народ вообще не понимал даже этих слов. Кроме того, с начала 1918 года с разных сторон на территорию России вступили более одного миллиона иностранных солдат. Это была самая настоящая оккупация. Японцы, турки, американцы, чехи, французы, англичане, итальянцы. Только на Дальнем Востоке их было более 100 тысяч человек. Причем японцы эвакуировались только в 1922 году. В этой ситуации страна разделилась. В целом, если говорить о позиции офицерства, то оно разделилось в конечном итоге примерно пополам. Но переломным моментом с точки зрения решения офицеров, генералов, так называемых офицеров генерального штаба. Это был особый институт выпускников Академии. Переломным моментом для них стали, конечно, события 19-го и 20-го года, когда стало понятно, что белое движение, оно играет на руку геополитическим противникам России. Когда стало понятно, что оно обслуживает, по сути, чужие интересы, интересы стран Антанты, а вовсе не отстаивает национальные интересы России. Генерал Бонч-Бруевич вспоминал о своем разговоре с генерал-лейтенантом Дмитрием Парским. «Михаил Дмитриевич», — сказал он, едва оказавшись на пороге моего кабинета, «Вы знаете, я далек от социализма, который проповедуют ваши большевики. Но я готов честно работать не только с ними, но с кем угодно, хоть с чертом дьяволом, лишь бы спасти Россию от немецкого закабаления». В своей книге «На рубеже двух эпох» митрополит Вениамин Фетченков, епископ армии и флота при Вранглии, пишет, «История народных сто миллионных масс тогда была красная, революционная. Народ принял большевиков, конечно, совсем не потому, что они больше обещали, а потому, что народ с собственным умом дошел до убеждения, что большевистская партия — народная партия». А наши цели были восстановление в общем прошлого, а не создание нового. Главная причина была все же в том, что наша армия была ненародная. У советской же власти хоть и небольшой был кулак, но народный, рабочий и отчаянный. Но этот кулак должен был знать, кого бить и, самое главное, как. На стороне красных в Гражданскую воевало более двухсот генералов и адмиралов, свыше 70 тысяч офицеров царской армии. Кроме того, в Красную армию до 21-го года было зачислено и 14 тысяч офицеров, служивших в Белой армии. Генерал Брусилов стал главным инспектором кавалерии РКК. Адмирал Альтфаттер был первым командующим рабоче-крестьянского Красного флота. Граф, потомственный офицер, генерал Алексей Игнатьев, военный атташе во Франции, в 1925 году передал советскому правительству денежные средства, принадлежавшие России. 225 миллионов рублей золота. Бывший колчаковский офицер Леонид Говоров стал маршалом и героем Советского Союза. Генерал-лейтенант фон Таубе в числе первых перешел на сторону советской власти и получил известность как «Сибирский красный генерал». Попал в плен к белогвардейцам. Приговорен к смертной казни. От обещанных ему высоких постов вплоть до командования сибирской армии Колчака отказался. Погиб в колчаковских застенках. Так почему же сегодня, в наше время, в нашей стране ставят памятники не этим русским офицерам, а генералу Корнилову, которому он предлежит знаменитая фраза «Мы шли во власть, чтобы вешать, а надо было вешать, чтобы прийти к власти». Или адмиралу Колчаку, о котором офицеры американского экспедиционного корпуса Сайрс и Канн писали «Сотни русских, осмелившихся не подчиниться новому диктатору Колчаку, висели на деревьях и телеграфных столбах вдоль сибирской железной дороги». Это колчаковцы. Взяли в плен красноармейцев. Сначала разули, а потом стали расстреливать. Буднично, привычно. Этого парня тоже расстреляют. И он это знает. А он смеется. Смеется, потому что знает, кто в конце концов победит. Каждый выбирает свою дорогу. Одна служение Отечеству, а другая за иностранные деньги, либо за свою жизнь, сохранить свою жизнь, против нашего Отечества. Вот это как оселок такой, которому и можно проверять и взвешивать на весах. Кстати, об иностранных деньгах и помощи. Было бы ошибочно думать, писал в своей книге «Мировой кризис» Уинстон Черчилль, что мы сражались на фронтах за дело враждебных большевикам русских. Напротив, русские белогвардейцы сражались за наше дело. Английский генерал Нокс гордо сообщал, каждая пуля, выпущенная русскими солдатами в большевиков, была изготовлена в Англии английскими рабочими, из английского сырья и доставлена во Владивосток в английских трюмах. Кстати, именно Нокс, возглавлявший русский отдел британского военного министерства, прибыл в 1918 году в небольшой японский городок Никка, где поправлял свое здоровье адмирал Колчак. Их встреча закончилась тем, что адмирал согласился с помощью Англии воссоздать русскую армию в Сибири. Генерал Нокс радостно рапортовал в Лондон. Нет никакого сомнения в том, что Колчак является лучшим русским для осуществления наших целей на Дальнем Востоке. Именно так. Не цели государства российского, не цели его народа, а их цели. Английские. Англия поставила Колчаку две тысячи пулеметов, пятьсот миллионов патронов. США направили шестьсот тысяч винтовок, сотни орудий и тысячи пулеметов. Франция передала тридцать самолетов, более двухсот автомобилей. А Япония семьсот тысяч винтовок, тридцать орудий и сто пулеметов. В благодарность за дружескую помощь англичанам было передано колчаковцами две тысячи восемьсот восемьдесят три будут золото, французам тысяча двести двадцать пять, а японцам две тысячи шестьсот семьдесят два будут золото. Если говорить о Колчаке, Корнилове и других деятелей гражданской войны, то сегодня вызывает действительно удивление, стремление героизировать именно представителей белого движения. Что вовсе не красные заслуживали победы, а вот заслуживали те рыцари-герои белого движения. Гражданская война давно закончилась, и вот пытаться этот какой-то исторический реванш сегодня произвести не просто глупо, а я думаю, это и обречено на неуспех, прежде всего потому, что большинство наших предков они воевали на стороне красных, и им внушать, что ваши предки были дебилы и быдло, которое поверило в утопические лозунги, это же оскорбляет просто память наших предков. В своей книге «Американская авантюра в Сибири» генерал Грефс, командующий американского экспедиционного корпуса, писал о Колчаковском войске. Жестокости были такого рода, что они несомненно будут вспоминаться и пересказываться среди русского народа и через 50 лет после их свершений. Ошибся, генерал. Жестокости Колчаковщины народ помнит и сегодня, через 90 лет. На один памятник Колчаку в Омске приходится десятки, а может быть и сотни памятников его жертвам по всей Сибири. А современных защитников свободы, расставляющих памятники, мягко говоря, не самым выдающимся генералам и офицерам Белой армии по всей России, хотелось бы спросить, не хотят ли они поставить памятник зарубленным и заколотым на льду Иртыша по приказу Колчака депутатам Всероссийского учредительного собрания. Можно сколько угодно говорить о тяжелейшей судьбе миллионов людей России, оказавшихся по разные стороны фронта, терявших родных и близких и саму Родину. Можно сострадать тем, кто попал под белый, равный как и под красный террор, и задаваться вопросом, а зачем и кому гражданская война была нужна. Но в конечном итоге факт остается фактом. Победителем в смертельной битве была рабочий крестьянская Красная Армия, проигравшими Белая Гвардия. И бежал из Крыма царский генерал Врангель, а не сын сапожника Фрунзе. И только так, и никак иначе. Великий князь Александр Михайлович Романов, внук Николая Первого и племянник Николая Второго, в своих воспоминаниях писал, «Хотя я и не большевик, советами только потому, что это делается советами. Никто не спорит, они убили трех моих родных братьев, но они также спасли Россию от участи вассала союзников». Фактом остается то, что Советы вынуждены проводить чисто национальную политику, которой есть не что иное, как многовековая политика, начатая Иваном Грозным, оформленная Петром Великим и достигшая вершины при Николае Первом, защищать рубежи государства любой ценой. Я всей душой желал Красной Армии победы. Мне кажется, что гражданская война, ее хорошо было бы забетонировать, как саркофаг чернобыльский. Сейчас очень востребован опыт советского кино и советского агитпропа. Интересно, каким образом советское правительство смогло и помогло людям уврачевать эти раны, нанесенные семьям и обществу в целом гражданской войны, как оно смогло белых инкорпорировать, включить их обратно в советскую систему и советские структуры. Когда снимался фильм «Адъютантово превосходительство», мы же видим, что там нет изображения белых как дегенератов, негодяев и врагов России. как раз в обществе в целом установилось отношение к гражданской войне как к трагедии и мстить кому-то за горе гражданской войны не надо. Это было жестокое время. Но, несмотря на всю жестокость, это было и удивительное время. Время, так сказать, жестокого романтизма. Да, многие царские офицеры были приданы революционному трибуналу. А многие были просто отпущены. Под честное слово, под обещание прекратить борьбу против советской власти. Именно так и был отпущен генерал Краснов. Под честное слово офицера. Это не помешало ему тайно бежать из Петрограда на Дон и с оружием в руках выступить против советской власти. Краснов писал Я отправил Вильгельму Второму совершенно секретное письмо. В своем письме я просил его содействовать мне в расчленении советской России и присоединении к возглавляемому мной государству великому войску Донскому русских городов Даганрога, Камышина, Царицына, Воронежа. Я обязался предоставить Вильгельму Второму полное право в вывозе из Дона в Германию продукции сельского хозяйства кожевиных товаров шерсти рыбы жиров скота лошадей. Когда началась Великая Отечественная война генерал Краснов возглавил главное управление казачьих войск гитлеровского вермахта. Обратите внимание как он приветствует своих соратников. Как будто всю жизнь кричал Зигхай. А вот такую присягу принимали казаки служившие в германской армии. Обещаю и клянусь всемогущим Богом перед святым Евангелием в том, что буду вождю новой Европы и германского народа Адольфу Гитлеру верно служить и буду бороться с большевиками, не щадя своей жизни до последней капли крови. Сегодня пламенному борцу за свободу казачества генералу Краснову ставят памятники. Большой на родине и не очень большой до недавнего времени стоял в Москве. его называли памятником вождям белого движения и казачьим атаманам, воинам русского общевойскового союза, казакам 15-го кавалерийского корпуса, павшим за веру и отечество. Надпись не совсем точная, можно даже сказать, лукавая. 15-й кавалерийский корпус на самом деле назывался 15-й кавалерийский корпус СС. То есть получается, что казаки эсэсовцы достойны памяти потомков, а казаки, освободившие Европу от фашизма, казаки, которые по праву носили высшие награды СССР и участвовали в параде победы недостойны? И разве этот памятник не плевок им в лицо? Памятник, на котором есть еще одна фамилия, знакомая нам по истории гражданской войны. Атаман Шкуро, генерал-лейтенант Белой армии, даже среди своих В 1944 году указом Гиммлера Шкуро был назначен начальником резерва казачьих войск при главном штабе войск СС, зачислен на службу в звании группенфюрера СС, генерал-лейтенанта войск СС, с правом ношения немецкой генеральской формы и получением содержания по этому чину. Вот такие вот борцы за веру и отечество. Есть на этом памятники фамилии и еще одного казачьего атамана. Гельмут фон Панвиц группенфюрер СС пользовался особым покровительством Гиммлера. С июля 1943 года командовал 1-й казачьей дивизией. В январе 1945 года фон Панвиц был избран всеказачьим кругом верховным полевым атаманом всех казачьих войск. Ну а до этого батька фон Панвиц отличился в Югославии. Панвиц сделал следующее признание на суде. Перед отъездом в Югославию я был принят генералом Йодлем, который предоставил мне полную свободу действия в Югославии. В районах, где появлялись части моей дивизии, под видом борьбы с партизанами вешались и расстреливались мирные жители, сжигались дотла целые деревни, грабилось население и насиловались женщины. По мнению Гиммлера, казачья дивизия фон Панвиц действовала весьма эффективно. Именно поэтому в 44-м году она была переведена в ведение ИСС и более того развернута в корпус. Именно так возник 15-й казачий кавалерийский корпус ИСС, памятник ветеранам которого стоял до недавнего времени в Москве. Военные коллеги Верховного Суда СССР в январе 1947 года приговорила обвиняемых Краснова, Шкурова, Даманова и фон Панвица к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение. Казалось бы, история закончилась, а нет. В 1996 году фон Панвица реабилитирует. Да, да, реабилитирует группу фюрера СС как жертву политических репрессий. Причем делается это все в обход всех предусмотренных законом процедур, минуя управление по реабилитации жертв политических репрессий. Занимался реабилитацией фон Панвица лично помощник главного военного прокурора полковник Круг. Панвицу меняло совершение преступления, предусмотренного указом Президиума Верховного Совета СССР о 19 апреля 1943 года. А поскольку те действия, которые ему менялись именно или оценивались с позиции указа 1943 года, являются несостоятельными, то и приговор в отношении в этой части тоже, так скажем, мягко выражаясь, является несостоятельным. Явно носит на себе отпечаток политической расправы. Реабилитация это естественно, это компанейщина и больше ничего. И это в первую очередь касается Хрущевской реабилитации и Горбачевско-Яковлевской реабилитации. Наиболее вопиющим с точки зрения реабилитации является реабилитация этого фон Панвитса, которая вообще не укладывается в какое сознание, потому что реабилитировать группенфюрера СС, это означает реабилитировать саму СС. Это означает сказать, что а что там, ну повесили в Нюрнберге людей, по праву сильного повесили. На самом деле они ни в чем не виноваты. Они же лично не сжигали никого в газовой камере или лично не нажимали на курок, когда надо было убивать евреев. Они просто были портай-геносцы. А вы пришли и их всех осудили в Нюрнберге и повесили. Кому и самое главное зачем понадобилось реабилитировать Панвитса, можно только догадываться. Хотя по времени это событие произошло аккурат перед визитом в Германию друга Бориса к своему другу Гельмуту. Понадобилось пять лет, чтобы отменить решение о реабилитации группы Фюрера СС Панвитса, что и было сделано 28 июня 2001 года. Вот для меня героем и защитником Отечества является тот человек, кто за наше сегодняшнее Отечество, за Россию готов свою жизнь отдать, защищать ее до последней капли крови. А если этот человек только кажется таковым и работает на иностранные тем более деньги, а уж в периоды войны одевает форму неприятеля России, то такой человек по определению просто не может быть защитником Отечества и героем России. К сожалению, сейчас сложилось таким образом за последние 20 с небольшим лет, что даже те, кто воевал на стороне немцев, носил фашистскую форму, они считаются по каким-то там основаниям считаются защитниками Отечества. Тогда вопрос к тем, кто их прославляет. А какое Отечество вы, прославляющие этих людей, имеете в виду? Хотелось бы спросить об этом у Гавриила Попова, ректора Международного университета, созданного по инициативе Джорджа Буша Старшего, и Михаила Горбачева. В своей книге «Вызывая дух генерала Власова», Попов предлагает, цитата, «создать мемориал тем, кто боролся за новую постиндустриальную демократическую Россию». И первым в этом мемориале должен стоять памятник вам, генерал Власов, и очень близко к вам памятник Андрею Дмитриевичу Сахарову. Вы оба очень близки. Оба оказали советской системе огромные услуги в самые тяжелые для нее времена. Оба награждены высшими орденами этой системы. Оба осознали бесперспективность этой системы для будущего России и необходимость отказа от нее. Это просто угроза национальной безопасности. Выращивание пятой колонны. Вот что это такое. Идейная подготовка будущих коллаборационистов. Идти по этому пути, вот по этой логике, очень легко зайти просто к предательству и все. А дальше люди, выходя на эсэсовские марши в Риге или бандеровские марши на Украине, будут в ответ на наши упреки возвращать нам обратно. Ну подождите, вы же сами-то точно так же рассуждаете в Москве. Вы же тоже реабилитировали фон Пановица, Шкуро, Краснова и Власова. Чего же вы возмущаетесь по поводу наших бандеровских маршей? Ведь это же одно и то же. Я с этим очень серьезно столкнулся, когда начали на щит поднимать генерала Власова. Мне тогда пришлось ознакомиться с материалом порядка, наверное, 600 страниц. Это дело по расследованию трагедии, произошедшей со второй ударной армией. И мне кажется, вот если бы это дело полностью опубликовать, генерал Власов предстал бы такой мразью. Более десяти разведывательно наших агентурно-разведанных групп было заброшено за линию фронта искать кого? Искать генерала Власова, которого стояла задача спасти. А в это время он уже сдался немцам. Ни одна группа не вернулась на нашу линию фронта. Ни одна группа. Все погибли. Спрашивают, за что погибли? Иногда возникает впечатление, что создавая сегодня памятники и мемориалы историческим личностям, многие действуют бездумно, как петухи. Лишь бы прокукарекать, а там хоть и не расцветай. Вот перезахоронили останки генерала Деникина. Рядом с ним перезахоронили философа Ивана Ильина. Того самого, которого очень почитают и любят цитировать сегодня власть придержащим. Рядом с Деникином, о котором он писал, мы замалчиваем бездарности грехи и вины Деникина. Признаюсь, для меня стоит вопрос, и не только для меня, надлежит ли подавать руку этому пережившему себя бывшему человеку? Да, у Ивана Ильина очень много хороших и красивых слов о России, о русских, это правда. Но вот, что он писал в 1948 году, писал после Нюрнберга. Что сделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе. Во время наступления левого хаоса и левого тоталитаризма это было явлением здоровым, необходимым и неизбежным. Могут сказать, ну да ладно, мелочь какая. Да пускай ставят памятники кому хотят. Нам-то что? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. А дитятка не плачет. Дитятка песенки поет. Его враг сионизма не обманутый советский солдат. В крови брата убийства не народ, а марктизм виноват. Ты за спины чужие не прятался в огне атак и ничем не запитнул свое гордое имя казак. Гельмут фан-фан безпоходный атаман. Немецкий генерал, нерусский казак. Батьков фан-фан безпыхра провоевал, казаков не предал, не отступил назад. Ты не бросил братьев в оружие, сохранив верность присяги и честь кавалерийского офицера казачьего корпуса в Афан-СС. Идентификация наша как народа распадается, она ведь держится на истории. Если мы не осознаем с помощью знания истории принадлежности себя к нашей стране, к нашему отечеству, то мы уже становимся стадом каким-то неуправляемым, а не страной, не народом становимся. Вот у Брейгеля есть картина, тема взятая из Библии, слепые из вождей слепых, если слепой поведет слепого, оба упадут в яму. Это касается не этой картины, это касается всего человечества. Если слепой, если слепой поведет слепого. Сегодня вожди слепых везде и всюду. И слепота у них не физическая, а духовная, что, впрочем, и имелось в виду в Библии. А что такое духовная слепота? По-простому это отсутствие совести. И хочется крикнуть, остановитесь, люди, те, кому вы доверяете, слепые, слепые духовно. И, может быть, люди услышат. Люди глухие же. Субтитры создавал DimaTorzok